Здравствуйте, друзья! Пока я сейчас делаю очередное более-менее большое видео из моей серии роликов про филологов-классиков в эпоху фашистской диктатуры, я решил немножко развлечь вас тем, что интересно мне самому и может быть не так актуально, но с другой стороны, разве может искусство быть неактуальным? Я решил сделать маленькое короткое видео, посвященное Джону Барклаю, или как у нас его часто называют сейчас Баркли, и его Аргениде. Почему? Ну просто потому, что я уже долгое время, ну несколько лет, с тех пор, как я вообще познакомился с этим писателем новолатинским 17 века и с его Аргенидой, тому минуло уж примерно 7 лет. Я неоднократно оказывался в Риме и знал, что он здесь похоронен. Завтра будет воскресенье, и я давно собирался сходить на его могилу в церкви на Яникуле. Ну а пока я немножечко расскажу вам о нем, буквально на несколько минут, о Барклаю, или Баркли, и его романе. Что до самого автора, то Джон Барклай, как у нас его чаще называют, или Янис Барклаюс по-латыни, родился 28 января 1528 года в Понт-Амюсон в Лорене, где его отец, шотландец Уильям Барклай, был профессором гражданского права. Видимо, там Барклай учился, а учеба его окончилась к 1601 или к 1602 году. Латынька у него шла на отлично, и уже в 1601 году издан его комментарий к его регистации. Возможно, он сопровождал отца в его визите в Лондон на коронацию Якова I в 1603 году. Вероятно, он также провел несколько лет в Париже, где завел связи с французскими учеными и деятелями Республика Литерарум. Но в 1606 году он уже оказывается в Англии, где он издает книгу своих стихов Сюльвай и проводит 10 лет жизни. Там же он выпускает еще в 1605 году первую часть своего романа «Сатирикон» с посвящением королю Якову, часть вторая выйдет в 1607. Видимо, еще в парижские годы, как я уже говорил, он заводит множество связей с Республикой Литерарум, переписывается со Скаллигером, с которым потом встречается в Нидерландах, и с ДПРСком. Он ищет своих новых через какое-то время, будучи близким ко двору короля. Баркли пишет ряд антикатолических сочинений, разумеется, на латинском языке, он только на латинском публиковал, и издает сочинение своего отца Депотестаты Папой в 1609. Король, его также используют, Яков Первый сам пописывал на латыни и политические вещи, и стихи. И он его также использует на дипломатической службе. Барклай посещал Нидерланды по дипломатическим делам, встречался там со Скаллигером, о чем сохранились следы в переписке Скаллигера. Был при крещении королевских детей в Париже. В начале десятых у него возникают трудности. Его друг Гуга Гроций пишет, что Барклай находится между бедностью и богатством. Барклайус Интердивитияс Эт Паупер Татем Хайрет. Он какое-то время, в начале десятых годов, ищет новых покровителей, находит их в Риме. В сентябре 1615-го он просит Папу о дрожжелюбном приеме, несмотря на свою антикатолическую деятельность. И тем не менее получает этот прием и переезжает в Рим. В 1617-м году выходит его Парайносис от Сектариос, увещание к преследующим, где он пишет, что уехал из Англии из страха за своих детей. В Риме он живет более или менее спокойно, ухаживает за садом. В 1621-м году он теряет сперва двух своих детей, а 12-го августа умирает и сам, успевая закончить свое главное сочинение, а именно роман Аргениду, Аргенис. Сохранилась его эпитафия, которую, в частности, напечатали последние издатели Аргениды 2004-го года в серии Библиотека Латинитати с новой, Марк Райли и Дороти Хубер. Интересная довольно эпитафия, не сомневаюсь, что есть у нее какие-то толкования, где написано, собственно, следующее, что Вот, где говорится, что вот первый Овидий, здесь покоится второй, а вот первый Овидий пощел, что преступление, ну, о преступлении, которое он видел, нужно молчать, а этот увидел и считал, и не захотел молчать о нем. Интересно, что пишут об этом исследователи. Что-то самого романа, о котором я впервые узнал из книжки Марка Фемороли Республика Литерарум, то это, как сам Баркли отмечает в предисловии, совершенно новый жанр, и некоторые считают, что это вот некая смесь античного романа с политическим романом. Собственно, Барклай изобрел политический, аллегорический роман, где, собственно, под авантюрным содержанием, впрочем, лишенных определенных черт современного ему романа на новых языках, скрыта политическая реальность современной ему Европы. Оно, собственно, вышел роман как раз в год смерти его автора, в 1921 году, и считается, что вот это роман с ключом. Эти ключи к роману, собственно, списки его героев и указания, кто под этими героями скрывается, они довольно много. Один из которых сделал, например, переводчик на русский язык Василий Тридиаковский, и что издание вполне можно скачать, перевод вполне можно скачать в интернете и полюбоваться. Содержание романа, ну, нетрудно описать, вы можете его посмотреть как бы и в русской Википедии. Тут вполне подробно, я так понимаю, составители этой статьи просто пересказали то краткое содержание, которое описано в издании Райли и Хубер. Это, собственно, такая вот история из доримских времен, происходящая на Сицилии. Здесь, на Сицилии, видимо же, Сицилия символизирует Францию и политические события во Франции с конца XVI века. Сардиния, это скорее Испания, Африка, это еще что-то и так далее. Ну, и там любовная история, на самом деле, дочери царя Сицилии Мелиандра и его Аргениды и человека по имени Полиарх. Все тут имена зашифрованы. Один из известных специалистов по неолатинистике, Йозеф Айзвайн, считал, что Аргенис, это зашифрованная, собственно, Регина. Ну, и у Айзвайна одно из самых интересных исследований этого романа, опубликованное в главном журнале по неолатинистике, я имею в виду «Humanistica Lovaniaensia». Ну, вот, Райли и Хубер дают целый контекст. Я тоже кратко скажу, что говорят Райли и Хубер. Они говорят, что Сицилия – это Франция в течение второй половины XVI века. Имеется в виду «Войны лиги». Сардиния под управлением амбициозного радиоорбана – это Спания в царствовании Филиппа II, чьи отношения с Сицилией шатаются как маятник между дружбой и враждой. Что касается Мавритании, то, значит, это Англия, видимо. «Мергания» по самому названию видно – это зашифрованное название Германии. Сам текст на прекрасной латыни, которую современники ценили, есть, конечно, к чему придираться, на самом деле, если вы цицеронист чистый, но на самом деле это прекрасная, самостоятельная, своя, авторская, классическая, гуманистическая латынь. Очень сильно основанная, как пишут Райли и Хубер на Тите Ливии, но есть и множество другой всякой гуманистической учености. Рассказ постоянно перемежается стихами в разных размерах. И читать такой роман – это бесконечное наслаждение. Не случайно, что он сразу стал мегапопулярным, и в течение 100 лет с момента его издания было больше 50 изданий. Его перевели сразу почти на все европейские основные языки того времени. И это какое-то чудо. С одной стороны, герой Республика Литерарум, политические события своего времени, гуманист, довольно рано уже начавший издавать свои ученые сочинения, я напомню его комментарии к Виваиде Стацию, загадочные его отъезды из Англии, загадочный прием в Риме, разведение тюльпанов, смерть сыновей, один из которых потом выжил, стал епископом. Жена, по-моему, француженка, умерла уже в 50-е годы 17 века. В общем, две загадки. Автор и сама эта Аргенида, которая потом положит начало вообще латинским романам, из которых, наверное, самый известный роман норвежца Хольберга об Итер Субтеранео. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой поход к могиле Барклая увлечается успехом, и я вам о нем расскажу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok